И вот в дружипностной модели получалось, что при нуле температурах лондоновская клавинат проникновения описывается вот такой формулой. Если у вас там 4π nsq2, квадрат заряда, в степени 1,2. Так, и при t равной ноле вот эта ns, концентрация электронов, сверхпроводящих электронов, просто равняется концентрации электронов. Значит, получалось, что глубина проникновения фактически зависит только от концентрации электронов проводимости. Если смотреть на 0, то глубина проникновения. Ну, всё это было хорошо, брали различные элементы, по электромагнитному отклику на сложными экспериментами определяли глубину проникновения. До тех пор, пока не подумали, а давай-ка мы посмотрим изоэлектронные сплавы. А что такое изоэлектронные сплавы? Ну, например, в алюминии трагмалентные. Ну, вот там целая колонка внизу под алюминием. Вот и в Индии тоже трагмалентные. Давайте атомы алюминия будем заменять атомами Индии. Размеры кристаллической решёток очень близки, концентрация фактически электронов при замене атомов алюминия на атомы Индия с плавой алюминии Индии практически не меняется. Меняется на самом деле. И вдруг стали получать, что при добавлении нескольких процентов атомов Индия глубина проникновения катастрофически начала меняться. Она начала резко расти, притом изменения, как говорится, были огромные, непропорциональные, при слабом изменении концентрации в изоэлектронных сплавах. Значит, возникла идея, что что-то в электродинамике Лондонов не всё ухвачено. Что-то, значит, должны быть какие-то ветки, связанные с существованием сплавов. А сплавы, так сказать, важная характеристика, то, что сплавы неоднородные, и электроны там довольно сильно рассеиваются. И вот в неоднородных словах является важная такая характеристика – длина свободного пробега электрона. Как-то, в общем, сказать, загрязнение одного элемента, проводящего другим, уменьшение длины свободного пробега электрона, где-то должно выстроить, и, значит, сработать в физике. Ну и идея – это металл в воздухе. И, значит, где-то, не помню, примерно в районе 50-х годовского века, английский физик Пимпорт выдвинул идею о том, что связь между током и вектором потенциала сверхпроводника должна быть не локальной. Вот уравнение с Лондоном – оно локальное. Плотность тока в какой-то точке R, R-борняка, определяется вектором потенциала магнитного поля в той же самой точке R. А Пимпорт выдвинул идею, что, значит, должна быть более сложная связь в виде интеграла. Значит, интеграл ток в точке R должен выражаться следующим образом. Что это означает? Это означает, что, значит, величина тока в какой-то конкретной точке R определяется, сказать, вектором потенциала в каких-то различных точках R, R' – значит, у нас, допустим, координата R, а значит, в точке какие-то R' – это, в общем, только только в области вокруг R. Величина тока зависит не только вектором потенциала в точке R, но и вектором потенциалае R. Вот здесь K, R армистры – это рядро интегрального выражения. Ну, каким образом задумался Пиппорт до этого выражения? Дело в том, что, значит, я не помню, где он, в Эберже или в Оксфорде работал, там же где-то перед этим был хороший теоретик в области технических теоретик – Чемперс. И Чемперс изучал закон Ома в нормальном состоянии металлов, в разных металлов сплавов. И он показал, что вот если мы рассматриваем закон Ома, мы его вычисляем, так сказать, из кинетических уравнений, его для чистого металла, получается один результат, а если мы начинаем вычислять закон Ома для грязного металла, где происходит рассеяние электронов из-за наличия примесей, из-за существования длины свободного пробега, то там закон Ома принимает нелокальный характер. Вот если, значит, в нормальном металле чистом, значит, закон Ома имеет вид и плотность тока нормального точки Р выражается через напряженность электрического поля, тоже в точке Р локальной связи, то это проводилось, то в общем случае для приучете примесей в сплаве плотность тока должна записываться так 3 сигма 4 и на Л интеграл Р большое так, дальше берем Р Е Р штрих это скалярное произведение двух перечин Е минус Р на Л Р штрих что такое большая нерва это разница двух векторов точки, в которых измеряется ток и точки каких-то точек из-за грязности вот была такая получена аналитическая формула Чемпберсом и из этой формулы, значит, вытекала что если значит Р расстояние между точкой Р и Р штрих много больше Р то вот этот экспоненциальный фактор просто убивает интеграл то есть фактически величина так сказать плотности тока определяется какой-то окрестностью точки Р где значит Р значит меньше Л когда мы длину свободного пробега делаем все меньше и меньше то есть металл становится все более грязный и грязный а крестность которая работает в этом интеграле дает не нулевой вклад она становится все уже и уже и в пределе значит как говорится Р стреляющимся типа размера элементарной чейки в сравнении переходит в локальное ну и вот я предполагаю что по-видимому чисто по аналогии с вот этим Чемпберсским результатом Пиппор написал следующую формулу так только в него вместо напряженности магнитного поля фигурировало естественно вектор потенциала вместо напряженности электрического поля у него фигурировало вектор потенциала ну значит здесь стоит некий наглядовочный коэффициент С и коэффициент С ну можно определить и следующим соображением если говорить положить что у нас вектор потенциал практически не меняется вот в окрестностях этого радиуса R' R' вектор потенциал можно вынести R' вынести на А' тогда уравнение становится локальным а и тогда вот возьмешь и проинтегрируешь по значит вот этим говорится проинтегрируешь по координате R' чтобы в итоге получился локальный вариант который мы знаем из двухжидкостной модели сверхпроводимости вот в таком виде то есть если вот это вынести потом выинтегрируем значит получится это ну и после результат интегрирования революция вот этому выражению когда оказывается что коэффициент С есть минус 3 М С Ку квадрат 4 П М С некая характерная такая длина обрезающая экспонент С или можно записать так еще минус 3 С 16 П квадрат С 0 глубина проникновения принятия температуры я не сам проводил все эти выкатки просто вот была такая идея теперь что такое ксенолин значит в этой нелокальной электродинамике пиппорта появилась дополнительно какая-то новая величина ксенолин которая не совпадает глубиной проникновения пиппорта 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 когда в свое время ее вводил не очень понимал то есть знал что какая-то является характерная пиппорта в телевизии пусть а леви пиппорта пиппорта ясно стало что вот эта ксенолин это фактически размеры куперовской пары среднее расстояние между двумя электронами среднее расстояние между двумя электронами в координатном пространстве вот эти между двумя линкаланами, входящие в Куперовскую пару. Ну, значит, помимо того, что Пипер в своё время подвёл такую некую характерную длину, которая называется длина предоверенности, он предложил некое обобщение. Он, значит, предположил, что если мы переходим от случая чистого сверхпроводящего элемента, вот эту характерную длину, единица на кси ноль, надо заменить следующим образом. Надо ввести некую новую длину, единица на кси, которая, значит, единица плюс кси ноль, это относящаяся к чистому сверхпроводнику, плюс единица на ль, длина свободного пробега. Длина свободного пробега. Тогда и получается, что если, вообще-то, если ль много больше, чем кси ноль, что это означает? Довольно чистое соединение. Довольно чистое соединение. Чистое. То тогда, значит, единица на кси, это, примерно, единица на кси ноль. Значит, характеристика чистого сверхпроводника. Если, наоборот, если, наоборот, взять длину свободного пробега меньше, чем кси ноль, то, тогда, единица на кси, это, примерно, единица на обратную длину свободного пробега. Это грязный, грязный сверхпроводник. Ну, аценки, которые известны из микроскопической теории сверхпроводимости, что кси ноль, это, это, порядка, 10 минус 4 сантиметра. 10 минус 4 сантиметра для чистых сверхпроводников. Немножко нам подъем. А ль можно сделать, скажем, с упрятных сплавов. 10, так сказать, минус 6. Так, черт, я тут говорю. Да, длина свободного. Ну, да. Значит, грязный сплав, это, скажем, ль, порядка 10 минус 6 сантиметра. Это, примерно, 100 межатомных расстояний. Порядка 10 минус 7. Это, примерно, 10 межатомных расстояний. Пробегает, чем расселивается. И в очень грязных сплавах, где-то, там, 50 на 50, там, вообще, картинно, по оценкам, длина свободного пробега доходит до 2-3 межатомных расстояний, так сказать, параметры решетки 2-3. То есть, делая грязный сплав, мы можем элементарно получить вот это условие, что ль многое меньше всего 0, грязный сплав. И тогда, что мы видим? Вот, в общем случае, вот здесь, Ж на М становится пропорционально М, то есть, грязный сплав. Здесь, в качестве вот этой длины геремкости, надо ставить длину свободного пробега, она очень маленькая. И фактически, как сказать, вот в этот интеграл дает крайне узкую область, вклад, крайне узкую область в окрестности точки наблюдения. Ну, а ясно, что в этой узкой области можно принять предположение о слабом изменении вектор потенциала низкого поля, и мы фактически перейдем к локальному равнинению. Таким образом, вот, можно подвести итог наших таких качественных рассуждений. Значит, чистый сверхпроводник, чистый сверхпроводник, сверхпроводник, сверхпроводник много больше Это приводит к тому, что ксеноль окажется много больше лондоновской глубины проникновения. Это сверхпроводники первого рода, как мы увидим, вот с таким условием, сверхпроводники первого рода, и эти сверхпроводники, значит, еще можно назвать пиплановскими. Грязный сверхпроводник, вот эта затравочная ксеноль, много больше л, получается обратное соотношение между глубиной проникновения и ксеноль. Это второе род, сверхпроводники, это лондоновские сверхпроводники. Вот примерно такое различие между сверхпроводниками первого и второго рода, между лондоновскими и пиплановскими сверхпроводниками. Ну, все практические изделия, которые использует человечество, они делаются из сверхпроводников второго рода. А, так сказать, сверхпроводники первого рода в некотором смысле представляют, ну, академический интерес. Ну, вот я сейчас был на конференции во Владивостоке, там рассказывали, как установлена автоматическая линия для контроля, ну, скажем, литийных батареек. Там есть такая проблема, если у вас состав массы, который попадает в железо или какой-нибудь магнитный элемент, то там возникает пробой, какие батарейки выходят из строя. Оказывается, сконструировали такую линию. По конвейеру идут батарейки. Сверху, над плотной, над конвейеранной линией, висит датчик, изготовленный из сверхпроводника гитрой-бары-купроматурин, высокотемпературного сверхпроводника, который охлаждается уже неделем, а обычным жидким азотом. Когда проходит рядом, значит, такая батарейка из дефектов в виде привесного кусочка железа, там какого-то, микроскопического, конечно, датчик срабатывает, всё. Ну, даже хотя бы уже, ну, такое чёткое применение сверхпроводника второго рода, нового высокотемпературного сверхпроводника существует. Так, ну ладно, вот это нет. Таким образом, в электродинамике, чтобы описать электродинамику в полном виде, надо фактически включить в описание электродинамики две величины. Значит, глубину проникновения и ещё, вот сказать, возникает одинаковая гигантность. Ну, а теперь поговорим о некоторых свойствах сверхпроводников первого рода. Пункт 4.2. Промежуточное состояние сверхпроводников первого рода в сильном магнитном поле. Промежуточное состояние сверхпроводников первого. Золотов, Сильтон, Магнитное поле. При этом, условно говоря, «сильное Магнитное поле» не должно помешать хометического, чтобы сверхпроводник не заработал. Мы знаем, когда мы решали с вами задачку о магнитном поле, направленном перпендикулярно поверхности сверхпроводника то мы показали, что такое умеренное магнитное поле, которое не превышает хометического поля, если подходит перпендикулярно поверхности сверхпроводника, то силовые линии внешнего магнитного поля искривляются. То есть, они сверхпроводник пошибить не могут, но поток должен закрываться, и он, значит, магнитные силовые линии в той же разности магнитного поля подходит, и, значит, вот так как-то искривляется, начинает расходиться показатель. «Огибать сверхпроводник». Давайте рассмотрим такую задачу. Пусть у нас есть сверхпроводящий шар, помещенный в однородное внешнее магнитное поле. Шарик сделан из сверхпроводника первого рода. Вот я рисую условно соленоид, вот это его обмотки. И в нем создается однородное магнитное поле. Ну вот где-то мы взяли здесь и поместили соленоид, сверхпроводящий шар. Силовые линии, значит, вот так идут, и, значит, здесь начинают огибать поверхность сверхпроводника. Потом обогнули, опять восстанавливается однородное распределение магнитного поля. Поскольку магнитный поток должен сохраняться, то мы видим, что вот здесь на экваторе шара напряженность магнитного поля касательного поверхности шара будет гораздо больше, чем там вдалеке от этого сверхпроводящего шара. Вот если у нас есть однородное магнитное поля H, то на экваторе H больше, чем H. Давайте будем считать, что вот это наше однородное магнитное поле, приложенное H-оплайн, меньше H-цр-р. критического магнитного поля массивного сверхпроводника. А что будет со сверхпроводником, если на экваторе, вот здесь давайте будем считать, что где-то поверхности, поле у поверхности достигает максимального значения, значит, что будет, если H-максимальное превысит H-цр-р. Вот эта точка H-максимальная. Ну, очевидно, поскольку, в общем-то, поле в целом, народное поле меньше, чем H-цр-р, образец не может перейти в нормальное состояние. С другой стороны, вот в этих конкретных областях на экваторе, максимальное поле больше, так сказать, критического термодинамического поля. Если бы под действием вот этого поля областях решил целиком, нормальное состояние, это опять-таки, значит, противоречит тому, что, в общем-то, тогда поле было бы однородное внутри сверхпроводника, оно меньше H-цр. Однородное поле меньше, когда получилось бы, чем H-цр. Ну, выход из этого противоречится в том, что, вот когда возникает такая штука, поле в целом меньше критического, но в некоторых местах на поверхности образца оно больше критического, образец разбивается на смесь двух фаз. То есть здесь, в области, возникает чередование областей нормального и сверхпроводящего состояния. Довольно больших макроскопических областей. Доменная структура возникает. Доменная структура из доменов нормальной и сверхпроводящей фазы. Какое состояние получило название промежуточное? Промежуточное состояние в сверхпроводниках первого рода. Не путать со смешанным состоянием во втором сверхпроводниках второго рода, там между первым и критом. Поле в Hc1 и Hc2. Вот. Промежуточное состояние сверхпроводника второго рода. Ну, давайте немножко поговорим об этом промежуточном состоянии. Пусть у нас, значит, поле на поверхности равняется к какому-то максимальному значению. Вот поле в каких-то точках на поверхности областей равняется H максимально. х максимально больше, чем ха, а ха в свою очередь так напишем. ха меньше а, чем хcm. Очевидно, что если мы увеличиваем ха, приложенное поле, наводное увеличиваем, то будет увеличиваться и максимальное поле. То есть очевидно, что как-то максимальное поле можем записать, что весь коэффициент пропорциональности, ну, в линейном образе, естественная зависимость, связывает его с однородным полем. Но вот этот коэффициент пропорциональности экспериментартов все зависит в таком виде. Единица, единица, минус D. То есть коэффициент пропорциональности записывают так, единица, минус, так сказать, D некая новая величина. И D называется размагничивающим фактором образца. D – размагничивающий фактор. Очевидно, что величина D должна лежать между нулем и единицей. Если D – ноль, то просто максимальная совпадает свежая. А если D меньше единицы, то C больше, чем то есть вот этот фактор. И максимальная больше. Ну, и наконец, если D – предельная величина единицы, то, значит, сюда представляет чего. Получается максимальное поле бесконечности. В общем случае задача расчета – это задача электродинамики расчета, так сказать, величины размагничивающего фактора, когда вы намагничиваете какой-то объект. оказывается, для образцов правильной формы она решается. И в настоящее время уже просто известно, чему равняется величина вот этого размагничивающего фактора для образцов конкретной геометрии. Я сейчас вам просто приведу табличку. Значит, какие размагничивающие факторы расчета. Значит, вот здесь геометрия образца. Здесь я буду писать D, чего равняется. так, значит, бесконечный цилиндр, у которого поле параллельно, магнитное поле параллельно оси, оказывается размагничивающий фактор ноль, из-за чего теоретики очень любят решать задачи именно, так сказать, цилиндр, у которого поле параллельно двинт до оси цилиндра, потому что не надо ломать голову, что проблема не размягчена. Так, бесконечная плоскость, поверхность, параллельное поле рожда, тоже размагничивающий фактор ноль. А вот если мы возьмем цилиндр, цилиндрическую проволоку и направим поле терапедикулярно оси, оказывается размагничивающий фактор одна вторая. шар помещаем в поле, размагничивающий фактор одна вторая. значит, пластина, бесконечная пластина, перерапедикулярно поле, вот у него размагничивающий фактор единица. вот если мы знаем форму нашего образца, и знаем для этого образца, размагничивающий фактор D, мы можем вычислить то критическое значение однородного поля, критическое значение однородного поля, когда образец начинает переходить в промежуточное состояние. ну давайте, значит, давайте напишем, H максимальное от поверхности образца как функция вот этого приложенного критического поля, записывается так, единица, единица минус D, H, A. но если образец начал корехотить, промежуточное состояние возникает сверху, возникает область, значит, в этот момент максимальное поле вот этого достигло значение критического термодинамического поля. ну вот, вымаркиваем, значит, эти величины, ну и отсюда мы можем написать, чему равняется наше критическое поле. это единица минус D, H, C, T. ну вот, давайте поглядим на шарик. шар, значит, H, A равняется минус 1 третий, 2 трети H, H, критического термодинамического поля. значит, если мы внешнее поле, H, однородное, будем держать в интервале 2 трети H, C, но меньше H, C, у нас промежуточное состояние для шара. то есть, если внешнее поле меньше, чем 2 трети, то вообще просто однородное сверхпроводящее состояние шара. если попадает в этот интервал, шар у нас разбивается сложным образом на доменной области нормального и сверхпроводящего. если превысим H, C, все, образец полностью нормальный. ну, отпустим теперь что еще? цилиндр. цилиндрическая проволока, перпендикулярная полю. ну, для нее 1,2 размагничирующий фактор. значит, промежуточное состояние от 1,2 H, C, ну, и наконец, давайте подведем на бесконечную пластину, перпендикулярную полю. здесь оказывается размагничивающий фактор единичка, и тогда для пластины, для опендикулярной полю, мы получаем такой забавный результат, что поле, начиная с которого возникает промежуточное состояние пластинки сверхпроводика первого рода аж раз и звездочки поменялись. как это понять? ну, вот представьте себе, возьмем, так сказать, пластинку в виде радиуса ну, не радиус, чушь сказал, в виде диска ну, только в виде пластинку. и давайте радиус этого диска увеличивать устревляя радиус бесконечности очевидно, что вот поле, даже слабое, которое будет так направлено поверхностью сверхпроводика, даже очень слабое, начиная огибать на границах, там, даже очень слабое поле, близкое к нулю, создает, так сказать, поле, повышающее аж цель. из-за огромной площади, на которой падает магнитный поток, и когда он обостекаясь огибает, так говоря, там получается практически поле, максимальная бесконечность. это означает, что ажа равна с собой. ну, оказывается, вот в этом случае, когда у нас воскопараллельная пластинка, ориентированная карпетикулярная поле, можно довольно легко вычислить объем областей, занятых сверхпроводящей фазой и занятых нормальной фазой. Известно, что для пластинки аваллельной, бесконечной, на самом деле, конечно, бесконечной не бывает, но, в общем, большой пластинки перпедикулярной поле, чередование пластей нормальной сверхпроводящей фазой имеет вид полосовых доменов. То есть, вот если взять пластинку, вот, например, смыльцо и ее сечение, то, значит, у нас возникает так. Ну, вот, допустим, область нормальной фазой, я буду зачетую их область. Вот, пластинка разбивается в такие плоскопаваллельные полосы, где, вот, скажем, вот эта сверхпроводящая фаза, это нормальная фаза. Дальше, что происходит с магнитными силовыми линиями? Магнитные силовые линии равномерного поля, когда они подходят вот сюда, ну, давайте я буду рисовать вот так, они концентрируются и проходят через области нормальных участков. Значит, здесь они пролазят через бутылочное голлышко, а дальше опять восстанавливают свое равномерное распределение за пределами фазы. При этом, при этом, когда магнитные силовые линии проходят через области нормальной фазы, напряженность магнитного поля внутри вот этих участков нормальной фазы должна совершенно точно равняться совершенно точно равняться критическому теоретическому полю. То есть здесь напряженность у этого точно равняется. Почему? Ну, представим себе, что напряженность была бы больше, чем HCl. Тогда бы область эта начала расширяться, отъедая, как говорится, участки сверхпроводящей фазы. Если меньше, чем HCl, то, наоборот, захлапываться, сверхпроводящая фаза надежала бы и съедала. То есть такое статическое, устойчивое термодинамическое состояние будет только тогда, когда поле размерит HCl. Ну вот, пользуясь этим обстоятельством, можно и вычислить, как говорится, объем нормальной сверхпроводящей фазы. Допустим, вот у нас есть ширина сверхпроводящего домена dS, и вот есть ширина, так сказать, области нормальной dN. тогда доля, рациентная, объемная доля сверхпроводящей фазы мы можем записать так, dS, отнесенная dS плюс dN, то есть ширину сверхпроводящего домена в сумме с этим двуменом, нормального сверхпроводящего. Ну и что так мы можем, так сказать, сделать? Давайте сейчас получим довольно простую формулу для вот этого РО. Как оно связано с набором? Вдалеке, вдалеке от поверхности пластинки общий поток мы можем записать так, общий магнитный поток значит, вся площадь пластинки на напряженность магнитного поля HA. Вот поле там, оно HA. А вот здесь поле HCM. Значит, магнитный поток сохраняется, значит, магнитный поток, который идёт уже внутри пластинки, надо записать так. Значит, площадь нормальных участков единица минус РО на ВС это площадь нормальных участков участки на HCM. Ну, значит, поток сохраняется, давайте прогоняем эти мебельчины. Так, хорошо, значит, ну, не трудно сочетать отсюда, что доля сверхпроводящей фазы выделяется простенькой формулой. Внешнее поле ноль, всё сверхпроводящее, ну, по мере увеличения значит, доля уменьшается, и когда HA подходит к HCM, доля сверхпроводящей фазы это очень простой результат. Ну, когда речь идёт не о плоско-параллельных пластинках, а, значит, если там рассматривать какие-нибудь даже шары, даже элипсоиды, там формы этих доменов очень сложные, и, в общем, это зубодорубительная задачка вычислять форму этих областей находящихся в равновесии и заниматься этим. Напишите пунктик 4 и 3, значит, я сейчас немного скажу а вопрос то, что линейно связано таки поле у нас максимальный ну, в общем, это, как говорится, простейшее предположение, что коэффициент максимальный ну, да, можно бы ещё написать там, допустим, писать зависимость в виде разложения по степеням внешнего поля просто ограничивается в этих оценках просто первым линейным членом отложения. Возможно, что там есть какой-то небольшой вклад ну, аж квадрата выключил. Так же, как когда мы пишем в любом случае намагниченность какого-то объекта х восприимчивость на выложенное поле линейное, мы фактически не учитываем, что есть ещё следующие члены аж нелинейное, ну, так сказать, аж а куб. Есть задачи магнетика, когда надо вот это учитывать, но для большинства описаний экспериментов достаточно линейного члена. есть там нелинейность более высокой степени аж 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 ну, такое что называется х х х х х х х х х этим дело ограничивается. Если видно, что нелинейность сделает тогда нелинейность и х х так четыре три критический ток в сверхпроводнике первого рота. Пусть у нас по толстому сверхпроводящему перилю течет ток. Так, давайте нарисуем. Вот, значит, вот ось. Значит, и мы пропускаем ток у цилиндра радиус Р0. Я не говорю о том, как этот ток распределен по сечению цилиндра, но вообще-то, если так поговорить, то ток текущий генерирует собственное магнитное поле, а собственное магнитное поле, которое вот такого текущего тока ток течет, собственно, цивовое линейное по правилам Багарщика на повышенности магнитного поля, практически параллельны поверхности цилиндра, и вот это собственное магнитное поле, его назову, СФ, оно проникает вглубь цилиндра на такую глубину, на лодону свою глубину проникновения, и фактически по взаимосвязи магнитного поля и ротерах равняется 4 и С возрастока, поскольку магнитное поле отличное от нуля практически только вот в таком узеньком узком слое, то у нас фактически ток-то будет течь в узком слое. Ну вот, давайте мы берем такой цилиндр, подключаем его к источнику постоянного тока и начинаем ток увеличивать. Ток увеличивается, собственное поле тока увеличивается. Наконец, мы вдвинули ручку реостата до такой степени, что пошел такой сильный ток, что собственное магнитное поле тока СФ становится равным критическому термодинамическому полю сверхпроводника, ну, при заданной температуре. Эксперимент мы проводим ниже критической температуры, где-то между нулем и ТС, и вот, значит, и далее. Тогда, когда собственное поле достигнет значения критического термодинамического поля, оно начнет разрушать сверхпроводимость. Это предположим еще на очень ранних этапах физики сверхпроводимости английских физик силы силы в 1916-е годы. И поэтому вот это разрушение сверхпроводимости при пропускании тока собственным полем называется правило Симплея. Давайте сосчитаем критический ток и критическую плодность тока. Ну, давайте для начала рассмотрим рогене максимума. Рота h 4 и c на плотный столб. Давайте внутри цилиндра проведем вспомогательную окружность какую-то разницу r r значит меньше чем r 0 и вот натянем на эту окружность поверхность и по площади вот этой поверхности натянутой на окружности проинтегрируем обе части приводения Максвелла. При этом для будущего мы будем использовать одну формулу из векторного анализа. В векторном анализе есть такая формула. Вот если вы берете ротор какой-то произвольной величины а а вектор на площадь интегрируете площади то есть формула Стокса когда интеграл по площади преобразуется в интеграл по контуру L A L L Вот мы этой формулой будем пользоваться когда будем регулировать ровнение Максвелла. Ну и бондоровые хорошие в виде окружности ни какого-нибудь предугольника. Так, давайте берем интеграл вот обеих частей. Значит будет ротор H D S интеграл по площади тянутой вот эта вся площадь S 4P C S плотность стока на D S Левую часть равенства преобразуем по формуле Стокса. Значит что у нас здесь будет? По формуле Стокса будет интеграл по контуру L H D L Но из-за того что контур мы выбрали такой хороший симметричный условий симметрии ясно что всюду на контуре напряженность магнитного поля будет одинаковая если бы выбрали в виде какой-нибудь треугольника то там конечно что бы и дело а здесь на окружности у нас одинаковые значит это будет оравняться напряженности магнитного поля на контуры на окружности и когда остается взять интеграл по длине контура а интеграл по длине контура это 2-3 текущего это левая часть левая часть а правая часть значит 4 Пи С а здесь вот вот этот интеграл обзовем интеграл для полного тока текущего внутри вот этого контура а теперь давайте этот контур разменим по краеву броса давайте R установим R0 тогда значит у нас будет H R0 на 2 и R0 равняется 4 Пи С и R0 значит что это ну вот это полный ток пропускаемый по образцу давайте выбор как обозначили буквы I ну а это напряженность на поверхности нашего телезрического образца на поверхность нашей телезрической половой области он записывает на простой формул H R0 если поделить коэффициенты будет 2 и R0 на С R0 поле мы сосчитали напряженность магнитного поля то есть это собственное поле тока давайте так обозначим собственное поле тока на поверхности образца если через образец пропускается ток I H1 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 ну а когда вот этот ток полный ток увеличиваем и он достигнет своего критического значения то одновременно на поверхности образца напряженность достигнет значения критического телезрического поля и с этого момента начинает возрушаться сверхпроводимость а раз она начала возрушаться ток пошел с потерями то есть вот этот ток при котором поле достигло критического значения это и есть критический ток нашей громадки чуть выше увеличишь все уже пошли потерями вот это предельный ток который можно пропустить чтобы ток шел без потен ну значит запишем выражение для критического тока вот отсюда и критическое равняется С1 H С1 ну экспериментаторы картомеры они обычно определяют среднюю плотность тока тока то есть надо полный пропускаемый ток поделить на сечение образца ну давайте делаем среднюю критическую плотность тока и критическое знак среднее поставили черта довольно часто чертой среднее величине обозначаются значит и критическое делим на s так c m 0 h c m на 2 на площадь круга 1 квадрат опять прилет так значит для толстой проволоки в которой обработает механизм подавления сверхпроводимости собственным полем током значение средней генетической плотности получается так ну смотрите величина то получается какая-то характеристика которая определяется не внутренними свойствами образца а просто его размером r0 таким образом в качестве какой-то характеристики сверхпроводника эту величину использовать нельзя потому что сделаешь толще из одного образца из одного металла сделаешь тоньше будут различные критические плотности это как говорится не есть внутренняя характеристика сверхпроводящей способности во-вторых здесь еще одна такая забавная штука видно что вот если мы возьмем r0 погоним к нулю то вообще у нас получится что плотность критического тока будет вечности ну в чем дело дело в том что фактически вот вот это хомло выведено для тех условиях когда проволока толстая то есть радиус много больше лондоновской глубины проникновения проникновения пока значит в сверхпроводнике первого рода радиус много больше лондоновской глубины проникновения вот механизм подавления сверхпроводимости критическим током это за счет собственного поля но когда мы начнем уменьшать радиус проволоки и r0 становится порядка глубины проникновения можно сделать еще и меньше то тогда вот эта формула перестает работать и там в тонких проволоках начинается работать другой механизм уничтожения сверхпроводимости током мы это поговорим в свое время и там критический ток не зависит от размера образца он выражается через некоторые характеристики внутренние он тогда действительно является милой какой-то сверхпроводящей способности образца ну вот вы должны знать понять по какому механизму гробится сверхпроводимость и наличие сверхпроводники первого рода когда мы начинаем пропускать ток ну и в технически толстых проволоках которые там где-то там для сверхпроводимости всегда надо всегда считаться вот этим механизмом силы очень тонкие проволоки но они как говорится особое дело ну и просто не приводя форму поясню а что же происходит дальше когда наш ток превысил критическое значение что происходит оказывается когда ток превысил критическое значение сверхпроводимость начинает разрушаться немножко но оказывается если там начинать проводить логические рассуждения выясняется что тогда на поверхности образца если ток больше не критического возникает какая-то вот такая ну как бы оболочка здесь в которой находится нормальная фаза нормальная фаза что дальше а вот если дальше начать проводить рассуждения выясняется что стержень за этой оболочкой он не может находиться не в нормальной фазе полностью не хватает так сказать напряженности магнитного не в проводящей фазе и оказывается что внутренний слой переходит опять-таки в некое такое забавное промежуточное состояние вот по оси возникают и формируются вот такие области сверху поводящие фазы то есть вот участки нормальной фазы оболочка довольно толстая может быть зависит чем больше чем больше подпускаемый ток тем больше сужается в это дело а внутри как бы на ось где это чередование нормальных и сверхпроводящих областей ну представьте себе обычные бухгалтерские счеты видели наверное так сказать спицы над ней колесики только вот здесь эти колесики сверхпроводящие фазы они представляют из себя вот такие ну как бы два цилиндра согнутых цилиндра ну два колеса два колеса согнутых колеса которые значит ну есть некая математика вычисляющая вот эти самые так сказать колмозы сверхпроводящих областей и вот это значит область область промежуточное состояние чередование нормальных действия впроводящих заменов и распускание тока ну ладно математика там несложная довольно долгая там геологические выкладки будем разучить ну давайте ребята пойдем чайку попьем и перейдем дальше следующий пункт нашей программы